Ну что, всем доброго дня, меня зовут Динара, я преподаватель английского, обучаю в основном взрослых, но также у меня в опте были и дети, и подростки, и также я обучала иностранцев английскому языку, это были ученики из Туниса, Малайзии, Тайваня и стран СНГ. И сегодня я хочу с вами поговорить о том, как оптимизировать обучение и сделать так, чтобы вам было комфортно обучать и проверять домашние задания и вашим ученикам соответственно. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, пишите в чат, на слайде все соцсети указаны, но в конце презентации я ими еще раз с вами поделюсь, а пока хочу сказать вот что. Мы сегодня с вами обсудим, как улучшить работу с обратной связью учеников и создавать упражнения с автопроверкой. Это то, что помогает нам оптимизировать нашу работу, оптимизировать обучение и сохранить время именно в подготовке и проверке заданий. И также в конце поделюсь с вами упражнениями, которые вы можете себе сохранить и использовать в качестве ДЗ после сегодняшнего вебинара. Это упражнения все соцсети проверкой, которые не требуют для вас вычетки и такого, знаете, момента, когда вы открываете рабочую тетрадь ученика, а потом открываете teacher's book и следите там за ответами. Это намного-намного комфортнее. Вот. И давайте, наверное, начинать с такого важного момента, что необходимо допустить, обсудить до начала работы с вашим учеником. Это нагрузка и цели, да, потому что, ну, напишите в чат, пожалуйста, кого вы обучаете и в каком количестве вы даете домашние задания, чтобы я понимала, какие преподаватели у нас сегодня собрались. Потому что допустимая нагрузка и цели у всех абсолютно разные. И, к примеру, у меня есть ученики, которые готовы выполнять домашние задания каждый день по 30-40 минут. Вот. Это прям окей. Я, допустим, как ученик, ну, я бы не сказала, я сейчас готовлюсь к Кайлсу с преподавателем, и я бы не сказала, что я прям отличный ученик, но я сажусь пару раз в неделю и выполняю все задания по часу. И это очень важный момент, который мой преподаватель должен был обсудить со мной вначале, да, и мы это сделали, и, в принципе, все достаточно понятно и удобно для меня. Я вижу, что у кого-то есть подростки. Понятно, что с подростками здесь абсолютно разные форматы. Кто-то, может, предпочитает тоже раз в неделю садиться и выполнять там задания на протяжении полутора часов, а кто-то, наоборот, привык к мини-обучению, да, к таким мини-заданиям. То есть всем обучение по-разному заходит, кому-то удобнее по чуть-чуть каждый день, а кому-то много, и это очень важно обсудить. Также я советую обсудить задания. Какие задания даются ученику легко и трудно, потому что вы не можете постоянно давать своим ученикам сложные домашки. Ведь это очень может демотивировать, когда постоянно ты работаешь, работаешь и не чувствуешь какого-то суперрезультата. Иногда все-таки важно чувствовать, что, о, вот сегодня вообще легкотня, у меня все так легко получилось. Я думаю, многие меня поймут, кто сейчас тоже изучает языки. Дальше, конечно же, необходимо обсудить темы, которые интересны, нужны ученику. Желательно обсуждать оба варианта. И темы, да, которые нужны для работы, для учебы, для сдачи ОГЭ, для сдачи ЕГЭ. И также темы, которые интересны ученику. Приведу пример. У меня есть ученица Кристина. У нас с ней был урок буквально час назад. Она живет в Малайзии, где все вокруг говорят на английском языке. Казалось бы, ей достаточно английского для коммуникации, для жизни. Но ей не интересно вот это все. Ей не очень интересно обсуждать, как заказать такси и так далее. Ей намного интереснее говорить о танцах. Ей намного интереснее говорить о тренажерке и занятиях с коучем. Поэтому, конечно же, вот эти темы мы интегрировали. И после этого она начала намного больше учиться и уделять внимание учебе. Это то, что по третьему пункту. Ну и четвертый, не менее важный момент, который тоже необходимо обсуждать. Какие ресурсы вы используете и как выстраивается обучение. Сейчас объясню. Не так давно я начала заниматься IELTS с преподавателем онлайн. И для меня было не совсем понятно, как для ученика, что мне делать, куда мне идти. Мы будем в Телеграме общаться, или мы будем на Доске Мира, или мы будем на Progress.me. А я привыкла учиться и учить на Progress.me. Поэтому мне было немножечко непонятно, и я немного терялась в этом процессе. То есть искать в чате домашку или в Google документах, искать вот эти ссылки, ну, достаточно неудобно. Поэтому здесь, на месте преподавателя, что бы я сделала, это просто заранее объяснила. Динара, мы с вами будем заниматься в Zoom. Все ссылки важные я закреплю в чате. Ссылка на доску в закрепе, ссылка на, не знаю, там, платформу и ваш логин и пароль. Все. То есть мне было бы намного комфортнее, да, я бы не тупила первую неделю, если бы мой преподаватель уделила этому время. Поэтому, пожалуйста, вот этот момент не упускайте. Вот. Но давайте переходить к самому такому интересному. Как же улучшить работу с обратной связью? Я думаю, что это первое, конечно же, замотивировать на выполнение. Вы можете написать сейчас в чат, как вы мотивируете своих учеников делать ДЗ. Потому что, конечно, в школе есть такой стимул, как не сделаешь, не сдашь экзамен. Ну, не все, конечно, его используют. Я понимаю, что это не окей, но если вы напишите буквально пару слов в чат, мне будет очень-очень интересно. Я поделюсь своим способом, как мои ученики не выполняли ДЗ на протяжении месяца и только потом начали выполнять постоянно. Если это не сделано домашко, то не играем в конце урока. Ждут лет до тринадцати, а потом уже привычка. Я с вами согласна. Очки за выполненные задания, креативные творческие задания. Согласна абсолютно. Как же я все-таки мотивирую своих учеников? Рассказываю. В моем случае были такие истории, когда ученик вообще не выполнял ДЗ. И я поняла, что моя огромная ошибка была в том, что я не объясняла, зачем его делать, зачем выполнять эти задания. К примеру, когда мы проходили тему Past Simple, я задавала какие-то такие интересные вопросы ученикам. Потом просто давала ДЗ и говорила, что вот у вас будет несколько упражнений, выполните, чтобы попрактиковаться. Ну и ученики, конечно же, ничего не делали. Но как только я стала уделять этому время на уроки, прям вот мы, допустим, общаемся, и я показываю на последних 2-3 минуты, я уделяю именно домашки. И показываю, что вот, смотрите, вам нужно сделать вот это упражнение, чтобы запомнить слова, которые мы сегодня прошли. Или же вот здесь посмотрите видео, вы там узнаете, как выполнять упражнение. Или, ну, допустим, или как купить недвижимость, в зависимости от темы урока. То есть с подростками это может быть тоже, посмотри вот это видео, там ты узнаешь, как покупать или как не потеряться за границей, что делать, если потерялся за границей и так далее. Вот это такие моменты, которые очень понятны ученику, и казалось бы, ну, это в принципе obvious, но почему-то мы, как учителя, очень часто об этом забываем. И, к сожалению, с этим ничего не сделаешь. И я просто хотела вам напомнить, что прежде чем задавать ДЗ, объяснить ученику, зачем это делать. Не просто чтобы запомнить, а что запоминать. Не просто чтобы потренировать listening, а чтобы потом научиться потренировать listening и научиться слышать вот в таких ситуациях, понимать вот в таких ситуациях. Давайте идти дальше. Еще один важный момент, да, когда вы объясняете задание, можно, в принципе, объяснить и на русском, потому что нам важно, ну, эти две минуты, они не сыграют большой роли на вашем занятии или там минута, но зато ученик поймет и будет знать, что ему конкретно сделать. Но, помимо этого, я рекомендую также поставить сообщение-напоминалку. Ну, вот, к примеру, вот здесь у меня есть картинка, вы видите, это прям было буквально на той неделе, мы с моей ученицей проходим тему Jam, и как раз-таки она не поняла, как делать ДЗ сначала, потому что я ей на английском объяснила, что, собственно, я потом и исправила, все домашние задания начала объяснять только на русском, потому что мне важно, чтобы после урока она зашла на платформу и сразу же все сделала. Вот, поэтому, в принципе, важный момент, да, она бы, наверное, даже, вот, если бы она не вспомнила, мне бы пришлось ей отправлять напоминалку. Как это делать, сейчас покажу. Вот, то есть у нас в ДЗ есть уже готовые задания, вы ученику об этом сказали, но ведь они многие заняты, у всех учеба, работа, тренировки и так далее. И поэтому я советую в Телеграме освоить вот такой инструмент отложенных сообщений. Я сейчас сама, как я и говорила, ранее готовлюсь к экзаменам с преподавателем, и мне вот этих напоминалок очень иногда не хватает. То есть вы провели урок, вы объяснили своему ученику, что вот, есть вот такие упражнения, давай делай, да, вот, они все у тебя добавлены. Вы объяснили там сложные моменты, что вот тут на картинке, если видео не откроется, вот сюда нажимай, и у тебя там шесть видео, обрати внимание, у тебя шесть видео, а не одно, и тебе нужно заполнить пропуски, да. Вот вы объяснили один раз, но ведь для ученика это не критически важная информация, это ведь не дата экзамена. Поэтому, ну, мозг такая штука, он ее наверняка выкинет. Поэтому что мы делаем? Сразу же после урока заходим в Телеграм. Я очень рекомендую освоить Телеграм и перевести туда всех учеников, потому что есть отложенные сообщения. Вот, и просто пишем напоминалку, что «Привет, Кристина, не забудь сделать сегодня дозе». Потом нажимаем «Запланировать сообщение» или «Скедула месседж» и выбираем нужную нам дату. Ну, к примеру, там на завтрашний день во столько-то утра. Если вы знаете, что у вас, допустим, ученик всегда делает домашку, пока едет на работу в метро, вы можете, а вы в это время спите. Вы просто взяли и запланировали в это время сообщение, и он его получит, и пока едет в метро, такой «О, точно, как раз 30 минут ехать, поделаю дозе». Многие дети тоже в Москве учатся из машины. У меня такие случаи были, когда ребенка везут в школу или на какие-то кружки, и им там ехать, допустим, с одной стороны Москвы на другую минут 40. И вот как раз именно в это время, если вы уже знаете, сколько ученик у вас там куда-то едет, ему приходит вот это сообщение. И вам не нужно сидеть постоянно на телефоне. То есть у вас это все сразу после урока запланировано, вы вообще можете об этом забыть. А ученик получит оповещение и скажет «Ой, спасибо, что напомнили, я и забыл». Вот если бы не напомнили, я бы это и не сделал. Поэтому я очень рекомендую. И после того, как вы запланируете сообщение, оно будет выглядеть вот таким образом в отложке. То есть у вас появится вот такой значок календаря, и там это все будет в отложке. Надеюсь, я объяснила. Да, время указываю согласно своему часовому поясу и тому, который установлен на устройстве. То есть если у меня здесь на компьютере сейчас московское время, 12.30, но на самом деле в Малайзии у нас уже 5.30. Вот, поэтому если я буду с телефона отправлять, то оно я запланирую на малазийское время. Если с компьютера, то на московское. Вот. Но вообще, да, на какое время на устройстве указано, на такое и ставьте. Это суперполезный инструмент, который и мне нравится, как ученику и моим ученикам, потому что оно ничего не стоит. И даже если у вас 10 учеников, сразу после урока зайти, скинуть инструкцию, напоминалку и поставить на отложку, дает невероятные результаты. А прежде чем мы перейдем к конкретным упражнениям, шаблонам и так далее, я отвечу на пару вопросов. Вижу от Светланы. Да, на компьютере функция в Telegram тоже есть. Я, собственно говоря, все эти скриншоты делала со своей компьютерной версией, чтобы вставить вам в презентацию. Абсолютно одинаковый интерфейс, ничего не отличается. Единственное, что на компьютере вы нажимаете правой кнопкой мыши на стрелочку отправить, а на телефоне ее нужно долго зажимать. То есть вы нажали, зажали, и тогда у вас развечиваются вот эти вот Sound Without Sound или Schedule Message. Дальше идем. А где в Telegram находится напоминание? Смотрите, как только вы его запланировали, оно у вас появляется вот здесь. То есть вы просто заходите в чат, и там внизу у вас вот эта полоса, где вводить текст. И вот обычно у вас есть отправить, есть смайлик, и если вы запланировали сообщение, вот здесь появится еще одна кнопочка календаря. Когда вы в нее зайдете, вы увидите, там будет чат и все, что у вас в отложке. Честно скажу, это может пригодиться тем, кто также ведет свои Telegram-каналы, потому что я в свое время вела Telegram-канал очень активно, мы там развивали на 7 тысяч потенциальных учеников, и все сообщения я ставила на отложку. То есть я заходила в понедельник и планировала посты на всю неделю, и они у меня вот так вот в отложке лежали, я их могла там в течение недели чуть-чуть отредактировать, и они постились сами по себе. Поэтому возьмите себя на заметку, это очень важный момент. Я думаю, на YouTube видеоинструкции также есть, если кто-то еще не запомнит. Но давайте переходить с вами уже к сути. Я думаю, многие пришли сюда именно узнать о том, а какие упражнения давать ученикам, чтобы не сойти с ума от проверки. Я знаю, как сильно устают учителя, которые проверяют handwriting, когда люди пишут от руки какие-то задания, потом еще нужно их сверять с ключом, с вот этой teacher's book. Мне кажется, это прям too much. Это очень сложно. И я, конечно же, так не рекомендую делать. Поэтому сейчас поделюсь с вами основными упражнениями, которые у нас есть, которые я использую в своей работе. Первое, что поможет вам улучшить качество обратной связи, которую вы даете, и уменьшить время на подготовку, это автоматизированные такие вот шаблоны, которые сами проверяют ответ ученика. Почему это удобно? Объясняю. Когда вы создали один такой шаблон, это на платформе Progress.me, я думаю, вы поняли, что из названия вебинара, что сегодня говорим про платформу Progress.me, один раз вы создаете вот такое упражнение и можете использовать его неограниченное количество раз с разными учениками. То есть вам не нужно каждый раз вбивать какие-то данные, копировать, вставить текст. Этого не нужно. Достаточно просто добавить в ДЗ, и все, два нажатия мышки. Но что мне нравится? Если бы у меня не было вот этих вот автоматических проверок, то мне бы пришлось сидеть, вчитываться во весь этот текст, а иногда тексты достаточно длинные. Мне бы пришлось сверяться со Teacher's Book и тратить кучу времени. Вместо этого я вижу сразу же несколько ошибок, которые допустила моя ученица, и мы потом с ней разбираем это на уроке. Вот и все. То есть, по сути, у меня есть больше времени, чтобы дать моей ученице развернутый и полный фидбэк. К примеру, вот здесь у нас была какая-то история про The next exercise we're gonna get into is gonna be mountain climbing. Здесь, кстати, climbing должно быть. Ученица написала climber, climbing, да. И что я сделала? Я, во-первых, описала, что да, вот climbing – скалолазание, а climber – скалолазание. И потом еще записала аудио, чтобы она прослушала еще раз, потому что это задание она делала по видео, то есть у нее было сверху видео, а снизу заполнить пропуски. Вот. И потом я записала ей сразу же аудио, нажав просто на микрофон, и моя ученица смогла сразу же прослушать, что ага, climbing, climbers – все понятно. Вот. Также gonna, going – я вижу, что она здесь три раза пыталась, и у нее не получилось, поэтому я ее решила подбодрить и написать «ты права, ты можешь использовать это и это вообще без проблем». Просто gonna – это сокращение. Потом на занятиях мы поэтому позанимались, мы разобрали там gonna, wanna, gotta, kinda – вот эти вот фразочки. Вот. Поэтому что, почему нужно использовать такие автоматизированные шаблоны, потому что они помогают сократить время, да, вот на вот эту вхитку, проверку, сверивание, ну, в общем, сверку, да, и у вас появляется время дать качественный, подробный фидбэк. Потому что, знаете, когда ученики делают ДЗ, а вы ничего об этом не говорите, это очень демотивирует. Я как ученик говорю, что когда мой преподаватель говорит мне выполнить ДЗ, а потом вообще мы никак не комментируем, мы не проходимся по ошибкам, мы не обсуждаем, что можно было улучшить, да, или, в принципе, вот в таком формате, да, потому что если бы мне в таком формате просто текстом и аудио рассказали, почему это неправильно, я бы, наверное, была довольна. У меня бы был вот этот ага-момент, что «А, вот почему, вот я вообще». Поэтому я очень рекомендую использовать вот это. Где я беру материалы? Да, я беру либо из учебников, либо прямо на платформе готовой с вами поделюсь, и аутентичные материалы, как видео, подкасты и так далее, в зависимости от задания. Вот здесь, к примеру, основой «Заполни пропуска» было видео про упражнения, как вы уже поняли. Идем дальше. Такие есть шаблоны, и что в них можно использовать? Первое, конечно, это совместить слова с картинками. Здесь все очень просто, то есть мы выбираем вкусные картинки, и наши ученики могут их написать. То есть либо они пишут туда какую-то подпись, либо они сопоставляют слово с картинкой, что тоже очень-очень удобно. Поэтому здесь «Up to you» как вам нравится. Я потом... Остальные шаблоны мы с вами рассмотрим подробно, как я их делала, как они выглядят и так далее. Также есть классные упражнения на работу со словарем. Не обязательно это, кстати, только для английского. Но важно, что все эти шаблоны с автопроверкой. То есть не нужно будет вчитываться и там сидеть над каждым упражнением и проверять то, что написал ученик. Совместить слова. Да, работа с дефинициями. Также есть запомнить пропуски словами из списка. То есть когда у вас сверху есть много слов, и вы их просто перетаскиваете в текст. Это очень удобно. Расставить по колонкам. К примеру, если у вас есть тренировка предлогов, да, on, in. Вы вставили картинку, где у вас там много-много предметов в комнате, и вы в одну колонку нужно перетащить все, что under the table, а в другую все, что on the table. Вот. И ваши ученики просто перетаскивают различные словечки. Я думаю, преподаватели поймут, это очень популярное задание, но фишка в том, что здесь вам не нужно будет каждое слово прочитать в столбике и проверять, какое же слово ваш ученик упустил. Вот. Здесь автоматически. И вы просто потом пишете в конце комментария, что, слушай, а вот это слово, оно точно under the table, а ты уверен в этом? Вот. Также это упражнение можно использовать для тренировки времен, да, то есть present simple, present perfect, и поехали перетаскивать, или там past simple, present perfect, и вот они перетаскивают предложение. Это предложение в каком времени? Вот в это, вот в это. Я думаю, вы понимаете. Да, давайте двигаться дальше. Есть еще классное упражнение упорядочить слова. Честно, мне всегда оно дается очень тяжело, но для учеников начинающих уровней, когда им нужно потренировать свой порядок слов, это прям суперполезно, да, когда у вас есть предложение, допустим, Mary is a beautiful girl, да, и ученик такой, так, a Mary, a beautiful girl, и так далее, да, чтобы ученику было удобно это все делать. Ну, и, в принципе, он заметит ошибки. Идем дальше. Истина или ложь? А это упражнение, где вы просто выбираете типа true, false, но опять же, фишка в том, что здесь автопроверка, и можно использовать различные упражнения, то есть перед этим вы можете вставить картинку, и опять же, говоря про предлоги, поставить много-много картинок, да, и ученик должен написать там, правда или нет. К примеру, шляпа на столе, шляпа под столом, правда, нет, не правда. Может быть, какие-то предложения с ошибками, да, тоже их можно здесь указывать. Можно просто на работу с пониманием. В принципе, я очень часто своим ученикам задаю такое, что они смотрят пятиминутное видео, а потом делают вот такой вот истинный или ложь. Я понимаю, насколько они поняли видео, насколько они вообще вслушались, а потом на занятии мы это разбираем. Вот, здесь все супер просто. Что еще у нас есть? Выбрать правильный вариант из списка. Это, в принципе, когда вы нажимаете, да, и у вас выкатывается несколько вариантов, да, и вы здесь начинаете думать, так, he was, или he did, или he were. Ну, это такое, на примере моих учеников. Либо же, если у вас есть нужная цель не только потренировать грамматику, но и потренировать работу с vocabulary, то здесь тоже можно сказать, да, то есть, допустим, grilled, spicy, да, на гриле острый и boiled, и потом в предложении ученик должен выбрать, к примеру, doctors do not recommend eating food, because it may hurt your stomach, к примеру. Ну, и ученику нужно выбрать, а какую еду доктора не рекомендуют? Grilled, spicy, boiled, ну, здесь уже по логике. Вот, достаточно интересное упражнение, хотя вроде бы очень простой шаблон, да, такой заезженный, но если вы продумаете контент, я уверена, будет очень интересно. Ну, и, конечно, есть еще классное упражнение текст по порядку, то есть, когда вы должны организовать вот этот вот sequence, ну, порядок, да. Касательно упражнений, вот если мы говорим про совместить слова с картинками, здесь вы можете использовать, я, допустим, никогда не скачиваю картинки на компьютер, я просто открываю Google в соседней вкладке и платформу, и нажимаю вот копировать на картинку правой кнопкой, копировать, и вставляю туда вставить, то есть, просто вот так вот, либо просто делаю скриншот через Windows Shift S и выделяю определенную зону, вот я сейчас нажму Windows Shift S и у вас должно высветиться, а, нет, не высветится, ну, в общем, вы можете сделать скриншот кусочком, сейчас я вам попробую показать еще раз, я нажала Windows Shift S и вот я теперь вот эту картинку могу скопировать вот таким образом, не сохраняя никуда себе, и потом сразу на платформе в упражнении вставим, мы с вами это посмотрим чуть-чуть попозже, давайте переходить непосредственно к нашим занятиям, к примеру, упражнение достаточно простое, посмотри, что за упражнение и по смыслу вот сюда перетащи, ученик это видит вот так, он читает, he wants to drink something, ага, he is thirsty, потом, it's my mom's birthday, I'm busy, нет, не busy, I'm happy, окей, ну, в принципе, я думаю, это всем знакомо, здесь просто нужно перетащить, и здесь, опять же, мне очень нравится этот вариант, потому что я могу нажать вот на эти три точечки и посмотреть, а что же там написал ученик, а все, что зелененькое, я даже обращать внимание не буду, наверное, потому что это было легко, здесь уже в зависимости от вас, на вашей стратегии работы, хотите обращать внимание только на ошибки, обращайте, хотите по каждому, пожалуйста, ну, мне, допустим, сразу же видно, что ага, что-то у нас тут с thirsty было неправильно, happy тоже было что-то неправильно, так, посмотрим, и я ему здесь пишу, нажимая вот на эту штучку обратную связь, что это за шаблон, давайте смотреть, это шаблон заполнить пропуски словами из списка, вы пишете предложение, что очень удобно, да, вы просто можете скопировать текст сплошняком и выделить в квадратной скобочке все, что вам нравится, ну, то есть здесь не нужно прям вот сидеть, что-то там переводить, куда-то перетаскивать, а я, как правило, просто копирую упражнение с какого-то сайта, да, и вот добавляю вот эту квадратную скобочку, а сейчас вообще это можно сделать, обведя слово, обведя слово и нажав на вот этот звучок, в принципе, здесь есть инструкция, я думаю, вы не потеряетесь, но это достаточно интересное упражнение, вы можете озвучивать сами упражнения, если вы хотите, а также вот на платформе, это готовые материалы, поэтому там у нас носители, насколько я помню, озвучивали, я вам пришлю все вот эти упражнения, они у вас будут, ну, даже больше, на самом деле, да, другое упражнение, банально вообще, но что ученик здесь видит? Аудио, он может нажать на шестеренку и замедлить, если ему сложно, также, если он нажмет на три полосочки вот здесь, у него будет виден текст, то есть откроется скрипт, и вот он слушает и записывает словечки, и вот я сразу вижу, ага, он что-то не понял, странно, тут вообще что-то пропустил, окей, обсудим на уроке, или я ему напишу по-русски в комментариях в обратной связи, а как бы ты сказал, расстроен, и так далее, вот, вроде бы все понятно, со стороны ученика все супер, и я сразу понял, что ага, я с первого раза не сделал правильно, исправился, написал сад, мне, как ученику, очень удобно, как это выглядит со стороны учителя, это шаблон аудиозапись, мы загружаем аудио файл в mp3 формате, я иногда беру видео из ютуба короткие, скачиваю из них аудио через конвертер онлайн, и вставляю, вот, либо же просто записываю голосовое какое-то, это в принципе, это тоже окей, ну, здесь смотрите то, что вам удобно, в принципе, на платформе это уже готовое есть, вот, и здесь просто вставлен скрипт, в принципе, здесь просто, но заполнить пропуски, вот эта вот штука, вот она выглядит таким образом, то же самое, что мы с вами обсуждали, но здесь, в отличие от предыдущего упражнения, да, где у нас сверху все слова были, да, то есть такая подсказочка для ученика, вот в шаблоне просто заполнить пропуски, там этого нет, то есть вы оставляете вот так вот слово, в квадратных скобках, и у ученика оно не будет видно, то есть оно будет вот здесь как пустое место, если вы хотите сделать, допустим, подсказку какую-то, написать на русском слово, не знаю, вы можете поставить подсказку на первом месте, вот здесь все, в принципе, в инструкции есть, вместе с примером, я думаю, сложности ни у кого не должно возникнуть с этим, вот, поэтому здесь можно несколько вариантов писать, можно один правильный, смотрите, как вам удобно, а можно вообще оставить пустые полностью строчки здесь, ну, то есть скобочки, и ученик уже напишет сам, ну, то есть если здесь нет, допустим, правильного ответа, ну, тогда, конечно, вам придется прочитывать полностью ДЗ, это такие open questions, да, допустим, если вы попросили ученика рассказать о работе, или рассказать об учебе, расскажи о своем любимом предмете, как часто ты на этот предмет ходишь, что тебе нравится больше всего, то он вот туда просто в пропуске пишет свои ответы, и здесь уже не будет автопроверки, да, потому что вы не сделали правильный ответ, но вы также сможете оставить обратную связь и отметить задание как правильно выполнено, это очень удобно, и я иду к вопросу от Елены, на платформе не видела подсказки, когда создавала упражнения, вот посмотрите, это называется шаблон заполнить пропуски, и вы вот здесь по инструкции, если нажмете на вопросик, у вас она высветится, ну и также у нас на Ютубе есть отдельный плейлист по всем шаблонам, да, listening, возвращаемся к listening, вижу вопрос, да, вы можете загрузить аудиофайл из учебника, если хотите, но у меня по опыту ученики их не очень любят, кроме тех, кто готовится к ОГЭ и ЕГЭ, вот, поэтому я стараюсь загружать что-то более аутентичное, к примеру, небольшие подкасты, коротенькие какие-то кусочки, или же из Ютуб, кстати, не обязательно вставлять аудио, вы можете вставить видео перед этим заданием, точно так же, и сделать заполнить пропуски, рекомендую две программы, чтобы вытащить аудио из видео, вы можете забить в Google конвертер from video to audio, да, если это с телефона, я использую программу InShot, InShot это бесплатное приложение, где можно, короче, из любого видео вытащить аудио и сохранить себе на телефон, да, спасибо, Екатерина, с вами согласна на платформе, везде это написано, у нас сверху есть подробный курс от А до Я, и все можно подглядеть, а если это слово прослушать, было такое упражнение в примере, да, Оксана, такие упражнения есть, это можно добавить в словарь ученику, мы с вами посмотрим скоро, да, то есть вы список слов сохраняете, ученик их прослушивает и добавляет в словарь, и потом тренирует, вот, а если это аудиоподкаст, его можно просто ссылкой вставлять, да, абсолютно, есть шаблон ссылка, куда вы просто вставляете ссылку, если вы не можете встроить это упражнение в платформу, или у вас нету скачанного файла, давайте двигаться дальше, есть еще упражнение с картинками, мы его сегодня уже обсуждали, я хотела вам его продемонстрировать, потому что у меня ученики его очень любят, потому что оно достаточно быстрое для выполнения, но я обычно после таких упражнений еще им даю записать аудио, как бы для меня послушать минутку аудио вообще не сложно, в отличие от вчитывания в их тексты, и это намного эффективнее, вот, то есть они делают тоже, перетаскивают слово к картинке, я вижу, что они допускают ошибки, комментирую, мы это тренируем на уроке, а шаблон этот, а совместить слова с картинками, здесь есть три варианта, первое, это перетащить слово, как здесь, второе, это вписать слово, то есть когда сверху нет подсказки, ученик должен просто вписать, что он видит, и третье, это выбрать слово из вариантов, это такой интересный вариант, когда вы особенно готовите к экзамену, и вам нужно убедиться, что ученик использует правильные слова, которые отличаются, синонимы, возможно, которые легко перепутать, но у которых разные оттенки, или же глаголы, мы сегодня с ученицей обсуждали снова джим, тренажерку, и была история про поднять вес, поднятие весов, поднятие штанги, и здесь было интересно, то есть я оставляю картинку, что человек поднимает штангу, и она пишет глагол, а какой глагол? take up, или pull up, pull, или же lift, и вот здесь как раз интересно, я сразу вижу, что ага, нужно это потренировать, lift, поднимать весы, lift weights, но pull это больше про дверь, когда мы тянем дверь, а не штангу, вот, и я думаю, что вы здесь можете включить фантазию, и такие упражнения создавать очень-очень легко и быстро, что еще у нас есть, достаточно много интересных упражнений, которые мы сейчас с вами рассмотрим, на примере реальных материалов, которые я хочу с вами поделиться, вот, но что важно, помимо вот этих всех шаблонов, да, что у нас есть, подписывая ложь, выбрать правильный вариант и так далее, с этими шаблонами я еще раз повторю главную мысль этого вебинара, когда вы автоматизировали вот эту историю, вам остается просто дать подробную обратную связь, и это удобно, возвращаясь вот к тексту, который я показывала вам в самом начале, да, я сразу видела, что ага, вот ошибочка, вот ошибочка, вот ошибочка, я самое интересное решила прокомментировать, написав Кристине о том, что вот есть climbing, есть climber, gonna, это тоже ok, можно сказать going to, можно сказать gonna, и так далее, вот, поэтому здесь также можно записать голосовое аудио, но, 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 да, у нас есть еще вот такие, да, варианты, где нельзя, допустим, нет такого правильного и неправильного, к примеру, я вот ученице тоже давала текст о девушке, которая хочет похудеть, есть такие интересные слова, как вот она хочет похудеть, у нее там такие проблемы и так далее, и моя ученица должна была просто прочитать это все вслух, потому что здесь была интересная лексика, и мы пытались запомнить, что worked, faded, и так далее, вот эти все глаголы, она их часто как бы mispronounce, произносила неправильно, соответственно, мы с ней, она этот текст прочитала вслух, я его прослушала, и что я здесь делаю, я нажимаю вот на вот эти две точечки снова, отмечаю, что все правильно, и пишу комментарий, если мне кажется, что она неправильная, что сделала, я делаю, что неверно, у нее будет здесь отправлено, надо работать, и все, и это очень удобно, опять же, отслеживать, что он сделал, а что нет, и сейчас у моей ученицы за несколько недель, давайте я, наверное, пролисту назад, вот это все домашки, выполненные одной ученицей за два месяца работы, то есть, и она прекрасно видит свой прогресс, она к ним может возвращаться, она помнит, что мы тут обсуждали, потому что вот эти вот названия у нее сразу в голове всплывают, и это то, что касательно обратной связи, но я честно скажу, я не всегда даю обратную связь на платформе, потому что мне нужно, чтобы ученики вдумались прямо сейчас, ведь не у всех есть возможность в течение дня заходить на платформу, чтобы посмотреть, как же вы там их оценили, ну, давайте признаемся, ученикам, как правило, самое главное, прийти на урок, и потом сделать ДЗ. Все. Ни у кого нет в голове такого, что так, нужно еще потом завтра найти на платформу и посмотреть, что же написала мне Анна Николаевна. Поэтому, что я здесь делаю? Почему не всегда работает именно обратная связь для меня? К примеру, когда у нас есть вот такая штука, очень удобная, очень интересная, я вам ссылочку оставила, вы сможете нажать на картинку и перейти к подкасту, когда это все первое автоматизировано. То есть, если ученик у меня придет по ссылке, у него откроется сразу же урок с тестами, с квизами и так далее. Иногда такие материалы я нахожу, они очень удобные, очень интересные, и как только мой ученик это открывает, там сразу же включается аудио, и это очень удобно. Давайте прям вместе с вами это посмотрим, буквально секунду. Как вы видите, если я здесь буду листать, то есть, если я перелистываю страницу, то у меня сразу же переключается текст. и так далее. То же самое у нас есть и с другими заданиями. Сейчас я вам их продемонстрирую. Потому что я не всегда могу, да, конечно же, интегрировать все на платформе, но у нас есть вот такие, допустим, задания, где также работает аудио. К примеру, я захожу в Listening quiz, и тут автоматически включается аудио. Как видите, да, то есть, здесь ученик сразу зашел вот в нужный квиз, в нужный вопрос, видит вопрос, и включается аудио, он выбирает правильный ответ. Это прям суперудобно. То есть, да, на платформе такой прям возможности нету, что аудио включается в одно и то же время. Или вот здесь. Вот. В любом случае, не переживайте, ссылкой на вот эту наработку я тоже с вами поделюсь в конце вебинара. Когда это еще неприменимо, да, когда у нас уже сразу же все готово на какой-то другой платформе, да, это вот просто про подкасты и какой-то сайт. Окей. Но также еще это неприменимо, когда ваш ученик пишет вам напрямую в Телеграм или Ватсап. К примеру, во днях мне пишет Кристина, как красиво сказать на английском «нет». Конечно же, я не буду заходить сейчас на платформу, писать там что-то, собирать ей все там. Здесь лучше ответить за две минутки быстренько и сказать, что вот так, и потом записать аудио со звучкой, а потом попросить ее то же самое записать аудио. Поэтому это очень-очень полезно, отвечать просто сразу в Телеграм, писать прямо там. И также я очень часто своим ученикам в качестве ДЗ отправляю практику в Learning Apps или World World, потому что все равно там нету двухсторонней автопроверки, как вы знаете. Что можно здесь сделать? Либо просто довериться ученику, что он это все сделает, либо попросить его записать к экрану. То есть поставить это за правило, что когда ты заходишь делать это упражнение, пожалуйста, сделай запись экрана. И все, он пока и потом выполняет. Это буквально занимает минуту в Learning Apps и в World World. Но тем не менее. Вот. В этих случаях это тоже неприменимо. То есть отправлять ученика каждый раз на платформу я не считаю нужным, потому что мне, как ученику, вот такие простые задания, как записать аудио, прослушать аудио. Намного проще делать вот в свободной форме. Но если мне нужно прямо сесть написать, потренировать грамматику, вникнуть, запомнить пропуски, тогда конечно. То есть я бы сказала так, у вас есть основная домашка, которую вы упаковываете красиво и удобно на платформе. Да. А есть дополнительные какие-то мелкие задачки, которые можно делать в Telegram. Опять же рекомендую Telegram, потому что что? Потому что там можно делать отложенные сообщения. Вижу вопрос в чате от Екатерины. Пожалуйста, напишите, о каком марафоне идет речь. Если это был марафон у лингвиста, я думаю, стоит опросить в команде. Если вы говорите о марафоне Progress V, то напишите, о каком идет речь. И сейчас хочу поделиться с вами, коллеги, полезными ссылками и ответить на все ваши вопросы. Мы дарим всем зрителям сегодняшнего вебинара промокод Lingvist на первую оплату. Плюс вы получаете вообще все новые пользователи получают 7 дней бесплатно на платформе. Соответственно, по этому промокоду вы сможете пользоваться 7 дней бесплатно, а потом в следующий месяц у вас будет стоить в районе 80 рублей. Вообще, самый минимальный тариф на платформе начинается с 380 рублей за троих, по-моему, или двоих учеников, что очень дешево. И, конечно, делюсь обещанными с вами ссылками. Первое – это набор упражнений и уроков. Мы сейчас с вами вместе это посмотрим. Второе – это видеоинструкции по созданию таких автоматизированных, интерактивных упражнений с автопроверкой. И третье – это дополнительные материалы, которые сейчас были. Все ссылки я сейчас буду дублировать в чат. Вы можете сделать скриншот, если забудете промокод Lingvist. Давайте посмотрим. Вот у вас первый материал сейчас на экране и в чате. Это готовые уроки. Готовые уроки на платформе Progress.me. Я вам сейчас покажу, что в них есть и какие штуки из них можно взять. Я сегодня вам показывала упражнение из раздела… Давайте вспомним, нет, не из этого раздела. Из раздела Feelings and Emotions. Вот это вот упражнение, оно здесь есть, вы можете его потыкать, понажимать, а также, если вам что-то не нравится, вы можете нажать на редактирование и вставить свои картинки. Давайте прямо сейчас при вас покажу, как же я создаю вот такие упражнения. Я захожу, давайте возьмем какую-то эмоцию, допустим, scared. Нажимаю вот просто копировать картинку, возвращаюсь на платформу, вставить, сохранить, можно, конечно, увеличить область, если нужно, можно ее уменьшить, как вам нравится, и добавляю подпись scared. Все, готово. Теперь у вас есть новая красивая картинка. Здесь также есть дополнительное упражнение, допустим, на vocabulary. Да, тоже вот то, что я вам показывала, работа с дефинициями. Match the adjectives with the prepositions. Кстати, важный момент, у нас есть перевод. То есть, когда вы выделяете слово в уроке с учеником, у вас появляется сразу же перевод, что очень удобно. Вот. Но давайте посмотрим. Здесь, в принципе, понятно, что у меня видны ответы, ученик, они. Поэтому, да, я буду видеть, если ученик допустил ошибки. И что мы делаем дальше? Я нажимаю редактировать упражнение, и вот так оно собирается. То есть, как вы делаете это упражнение? Просто вписывайте слова, которые друг к другу подходят. Один раз вписали, и все. Этого достаточно. Потом можно использовать это упражнение миллион раз, потому что его можно копировать, его можно перемещать, или просто добавлять вот этот весь урок, который мы сейчас с вами смотрим. Fail in the emotion. Добавлять его хоть любому количеству учеников. То же самое, что мы сегодня с вами смотрели, да, про заполни пропуски словами из списка. Вот, все достаточно просто. И если я допускаю ошибки, вы это сразу же видите. Вот, история ответов будет видна, если у вас здесь добавлен ученик. Опять же, чтобы посмотреть, как выглядят упражнения при его создании, чтобы научиться создавать свои такие упражнения, нажимаем на редактировать, и вот у нас здесь все есть. вот так оно выглядит, когда вы его создаете. Здесь, в принципе, очень много различных шаблонов, которые вы можете использовать в своей работе как пример. И, если что, вы можете на них поучиться и поиграться с ними. Иду отвечать на ваши вопросы. Еще раз дублирую ссылку сейчас в чат на всякий случай, если у кого-то ее нет. вы можете прямо сейчас сохранить себе эти материалы в личный кабинет. Как озвучивать слова под картинками? Давайте сейчас вместе с вами сделаем Оксану. Я перехожу в наш раздел vocabulary, где у нас были вот эти слова с эмоциями. Нет, ладно, они были у нас в warm-up. Вот у нас ученик заполнил пропуски, там вот это все сделал. После этого, что я хочу? Я добавляю, нажимаю на плюсик. Видели, да? Находится он под упражнением. И после этого нажимаю вот запись аудио. Прочитайте вслух. Или сделайте предложение со словами и запишите аудио. Запиши голосовое. Ну, к примеру, вы потом можете удалить это в своей копии и нажимаю создать. Тут можно выбрать длительность, которую мне нужно. И все. Все, ученик может теперь записывать голосовое. Здесь достаточно нажать вот на эту кнопку. Анна, сейчас я еще отправлю. Все, кто пропустили этот вебинар или начало, вы можете перейти по следующей ссылке. Материалы у вас есть в чате и в презентации, которую вам отправят организаторы. А также вот у нас есть такие инструкции. Пожалуйста, держите ссылку на YouTube, вы можете этот плейлист себе сохранить или просто добавить в закладки. Здесь есть вся информация о каждом шаблоне. Как использовать GIF-анимацию, как использовать картинки. У нас, кстати, на платформе можно рисовать на картинках. Сейчас вам покажу. Как создавать тесты, какие есть сочинения. Очень много всего вы можете использовать и главное это все автоматизировано и не требует никакой с вашей стороны прям серьезной проверки. Также здесь есть информация о том, как интегрировать WordLong и Learning Apps в платформу. Давайте посмотрим с вами еще какой-нибудь урок. Пожалуй, Traveling by Plane достаточно интересный. снова у нас вот это упражнение сопоставить. Я думаю, многие уже знают, как оно выглядит. Так, секундочку, я сейчас перейду, открою в другом окне, чтобы можно было редактировать. Traveling by Plane вот оно. Да, тоже сопоставляем слова. Переходим в vocabulary. здесь есть полезные фразы. Если ученик вот так вот выделит, он сможет добавить их в себе в личный словарь. Здесь тоже есть интересное упражнение, о котором вы не говорили и которое тоже не требует проверки. То есть можно задавать его в качестве деза. Это нужно здесь заполнить пропуски. Но, смотрите, здесь у вас есть подсказка, потому что вы учитель. У ученика ничего не будет и он должен будет здесь догадываться, что это здесь у него за слово. Ну, честно, я не очень терпеливая как ученик, поэтому мне такие упражнения не нравятся. Но я думаю, что для кого-то, особенно когда вы уже потренировали слова и лексику, это может пригодиться. В принципе, достаточно здесь все просто. Готовы отвечать на ваши вопросы, коллеги? Вижу, что кто-то писал в чат. А, как ученик может прослушать слово? Есть такая функция, Оксана. Давайте вместе сейчас посмотрим на примере урока вот своей Кристины, которую я сегодня все вам в пример привожу. К примеру, вот у меня Кристина прослушала видео, заполнила пропуски, и она не знает, как сказать слово dynamic. Вот, она его просто выделяет, и у нее можно прослушать. Надеюсь, вам сейчас слышно. У нас достаточно была сегодня сложная ситуация со словом butt, butt cakes, и она все время говорила butt. Вот. Поэтому все достаточно просто. Также слово assume было сложным, она его потом себе сохранила в словах. Assume. Я думаю, вам это слышно. Вот. То есть все слова, которые вы добавляете, даже вот в самом объяснении их можно тоже посмотреть, как они переводятся. Можно прям целой фразой. Вот. поэтому надеюсь, Оксана, я ответила на ваш вопрос. Ну, и финально. Материалы я вам отправила. Ссылочка есть в чате и на презентации. Также инструкции по автоматизированным заданиям тоже отправила в чат. Я рада, что нас до сих пор 100 человек в зале, это невероятно круто. И давайте посмотрим. последняя история это дополнительные материалы на вот этом сайте Business English Podcast Lesson. А это для меня больше. В смысле для для учителей, которые работают с учениками про Business English и все такое. Здесь очень много различных уроков. Все они по подкастам с готовыми материалами. Я очень многие уроки отсюда переложила на платформу. Сейчас я вам их покажу. вижу вопрос от Оксаны. Не нужно вам озвучивать слова. То есть вот здесь встроенный перевод у нас работает как для английского, так и для других языков, если вы их выберете. И вам не нужно их озвучивать. У нас уже встроена озвучка, и вот этот голос, который внутри платформы, он включится автоматически. Как видите, это не мой голос. Поэтому здесь не переживайте, озвучка есть, ничего вам стрима озвучивать не нужно. Давайте двигаться дальше к материалам. Я вам показала вот урок. Давайте я его прям покажу, как он выглядел внутри. это он вот так выглядел прямо на самом сайте в оригинале. Очень много текста. Если зайти особенно в PDF, то как-то сложно. Я сразу теряюсь как ученик в этом тексте. Лексика, что-то тут диалог, текст, 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 диалог, потом еще текст, аналитика. Ну, окей. Я думаю, если у вас ученик подросток, ему это вообще не понравится. Ну, взрослым тоже, честно скажу. Что у меня получилось, я сейчас с вами этим тоже поделюсь уроком. Это я создавала для своего одного ученика. Что я сделала? Я этот текст перенесла частично на платформу. Мы поработали над переводом слов, послушали чуть-чуть аудио, и я добавила скрипт просто для ученика, чтобы он у него был. Вот таким образом была лексика подана чуть-чуть. Потом мы вместе читали текст и рисовали на картинке. То есть я сделала скриншот текста, вставила его на платформу через шаблон изображения. То есть вот он первый изображение, заходим вот сюда, копипастом просто вставляем текст или скриншот. Все супер просто. После этого ученика появляется в таком виде, и когда он читает, вы можете подчеркивать сложные слова. Что мне больше понравилось тоже на основе вот этих подкастов, это вот такое задание. То есть это действительно интересно, аутентично. Какие-то короткие видео, буквально на три минуты, про встречу на работе и коммуникацию. Потом вот практика лексики, сопоставление колокаций. Достаточно объемная история, но интересно. Я сейчас с вами этим уроком прям поделюсь. Можете его себе сохранять, пользуйтесь на здоровье. Вот. Теперь касательно вопроса Людмилы. Подскажите, как семистизировать скопированный материал в папке с определенными темами? Честно скажу, Людмила, я пока до этого не дошла. У меня пока все выглядит вот таким образом. я знаю, что можно перемещать курсы местами, то есть вот наверх вниз, поэтому я обычно наверх вытаскиваю самые новые, в конец старые какие-то. Пока вот так. Плюс вы можете сделать это все по поиску, например, пробный. То есть если вы в названии его писали что-то, или у вас есть урок в определенном курсе, вот у меня есть пробный, идеальный пробный урок. Или допустим, вебинар какой-то у меня встроен. Вот, вебинар тоже есть какой-то. Вот, поэтому вы можете пользоваться пока поиском, но я знаю, что ребята работают над этим. Вопрос от Марьяны. Давайте я сейчас вернусь к нашему слайду, пока вы задаете вопросы. И напомню, что сегодняшний вебинар мы организовали с Progress.mei, я являюсь их контент-продюсером. Это крутая лингвистическая платформа для преподавателей, где вы можете обучать своих учеников интерактивно, онлайн очень удобно, и у нас есть образовательные мероприятия и комьюнити. Вот здесь на слайде есть посты, которые мы публикуем в разных каналах. Если вам интересен такой контент, то, пожалуйста, подписывайтесь. А пока я буду отвечать на ваши вопросы. Марьяна спрашивает, можно ли с любого сайта закачивать видео на платформу без указания источника. Google Drive с YouTube и ВКонтакте, и, по-моему, еще Vimeo. Соответственно, с первых трех, если вы на YouTube берете, то там и так все указывается. Поэтому, в принципе, если вы обучаете один на один, в этом случае указывать авторство не обязательно. Но я рекомендую в конце каждого урока, где вы откуда-то копировали материалы, просто указывать всех авторств на всякий случай. Потому что лучше, я считаю, быть на безопасной стороне, и, в принципе, ничего сложного в этом нет, чтобы просто сделать заметки, что источники ресурса. Комментарий Евы касательно промокода. К сожалению, такое бывает, я с вами согласна, но я думаю, что, в принципе, 300 рублей, да, это приятный бонус, но да. Вопрос от Adelie. Что за промокод, куда его применять? Сейчас покажу. Смотрите, мы дарим промокод Lingvist, который вы можете активировать на платформе Progress Meet. Вот, сейчас я вам постараюсь это показать, как это делать. Я перехожу в свой профиль на платформе, вот он у меня, и захожу в настройки, либо сразу нажимаю вот сверху на кнопочку 106 дней. Заходим с вами в настройки профиля. Все, зашли, отлично. Кстати, сейчас сделаю нормальный шепот. тарифа. Нет, нам нужны промокоды. Вот, мы заходим в настройки промокоды, вот здесь вводим Lingvist и применить. Он действует только для первых оплат, к сожалению. Вот. Сразу иду отвечать на следующий вопрос от Людмилы. А как называть урок технически? Хорошо, мы переходим с вами в материалы. заходим вот, допустим, в наш созданный курс, нажимаем новый урок и вот тут пишем название. Пробный урок или что угодно. Hello, fast simple. Я рекомендую писать в название ключевые слова, если это для вашего внутреннего использования или же в описании. Потому что вот если я сейчас напишу, допустим, fast simple в заголовок, а в описании напишу hello, one, давайте посмотрим, если я его смогу найти по поиску. Hello, one. Материалов нет. Соответственно, он уходит только по заголовку самого урока. Fast simple. Да, вот он нашелся. Вот, соответственно, рекомендую в заголовках писать вашу тему, которая является ключевой, чтобы вам потом было проще найти. Допустим, travel, past simple, ну и еще что-то. Вот. Если вы создаете свои авторские материалы. Ссылку. Давайте сейчас вернемся с вами на ссылочке. Пам-пам-пам-пам. Буквально секунду, коллеги. У нас стоит с вами несколько минуток. Весь этот контент доступен в наших социальных сетях в Инстаграме, запрещенной на территории РФ соцсети и организации, в Телеграме и во Вконтакте. Мы стараемся делать разнообразный контент в разных соцсетях, чтобы вам было интересно. К примеру, в Телеграме у нас часто есть анонсы, полезные посты как о платформе, так и о методике, а также есть рубрика поиск учителя. Вы можете воспользоваться нашим ботом, и мы будем отправлять заявки от учеников. Есть какие-то полезные посты, вы их видите на скриншоте. Ловите QR-коды, вы можете сейчас навести камеру и подписаться на любую соцсеть, которая вам импонирует больше. Везде, в принципе, очень интересный и полезный контент. Отвечаю дальше следующий вопрос от Адели. А как закрыть свой курс от других? Адели, если вы создали свой курс у себя в профиле, то его никто не сможет скопировать или увидеть. Соответственно, давайте сейчас посмотрим. Вот у меня есть личный курс. К примеру, вот English Forward. Его никто из пользователей Progressive не видит. Вот он перед вами. Его никто не видит, пока я не нажму на кнопочку поделиться для просмотра и сохранения. Как только я эту кнопку отключу, никто не сможет его больше себе копировать и сохранять, и эта ссылка вообще перестанет работать. То есть, если вы хотите своим курсом поделиться, допустим, продать его коллегам, используйте вот эту кнопочку. Если вы хотите показать пробный урок ученику, показать, на какой крутой платформе вы работаете, используйте вот эту кнопку только для просмотра. Давайте посмотрим, чем она отличается. Просто, в принципе, здесь ничем, я бы сказала, не отличается. Она отличается только тем, что нету сверху кнопки сохранить материал. как вы видите, да, просто меняется одна вот эта кнопочка. Вот и все. Следующий вопрос от Adelie. Правильно ли я поняла, что платформа платная? Да, Adelie абсолютно верно. Платформа стоит 180 рублей в месяц, но если вы оплачиваете на более долгий срок, то еще дешевле. Но мы поделились промокодом Lingviz. Также всем новым пользователям мы дарим семь дней первых, пробных. Вот. И я бы сказала по своему опыту, если платформа стоит 380 рублей на двоих учеников, то за каждого ученика получается 190 рублей. Когда ученики платят вам 4, 5, 10 тысяч рублей, эти 200 рублей абсолютно того стоят, и они даже не чувствуются, ну, лично для меня, потому что здесь на платформе есть огромное количество готовых материалов. Я честно скажу, коллеги, я не создаю свои материалы вообще никогда. Я использую готовые материалы Progress Me. К примеру, сегодня я с вами поделилась подборкой уроков, которые у нас есть в курсе Elementary. Здесь очень много уроков по разных темам, и они прям полноценные, большие уроки, и я их обычно просто дополняю через дополнительные. То есть я добавляю какие-то фишечки, добавляю какие-то прикольчики, гифки, может быть, какие-то дополнительные упражнения, ну, и все. За основу я беру вот эти готовые уроки. Если мне нужны аутентичные материалы, что я делаю, я использую материалы из Short Lessons или Featured Lessons. Short Lessons сейчас тоже вам продемонстрирую. К примеру, мой любимый урок в Medium Level это Dream House for One Year, типа дом за один евро. И здесь это кто-то из преподавателей его создавал, тут есть автор указан, насколько я помню. И здесь можно вот обсудить дома, можно посмотреть видео, послушать и так далее. То есть, ну, достаточно интересно, да, это прям выборка из новостей, где можно потом заполнить пропуски и так далее. И достаточно интересно. Вот, у меня ученики в восторге. И вы только посмотрите, сколько здесь готовых уроков. Абсолютно на разные темы, вообще просто. Я уже, не знаю, два года на прогрессе преподаю и только, наверное, создала пять своих собственных личных уроков и то, которые я перенесла из других каких-то источников. Смотрите, отвечая на ваши вопросы, Оксана, можно ли брать упражнения из разных учебников? Не надо каждый раз указывать авторство. Если у вас уроки один на один или с группой, то есть это урок, который вы ведете face-to-face, так сказать, то в этом случае не обязательно указывать авторство. Но если вы продаете курс, то, конечно, здесь обязательно нужно указывать автора. Знаете, когда вы пишете дипломную работу в университете, вы там тоже указываете авторство на последней страничке. Вот то же самое и здесь. Если вы формируете какой-то курс, то в этом случае указываете, на чем он основан, какой автор и так далее, какая страница была взята. А если это занятие один на один, то здесь нет, не нужно, потому что, по сути, вы используете учебник. Есть ли возможность завести личный кабинет для учеников, если они занимаются в группе на платформе? Марина, Марина, да, абсолютно. Для каждого ученика, вот если я сейчас зайду в свой кабинет как ученик, у меня будет мой урок с преподавателем личный и групповой, то есть я могу заходить как в группу, так и в личный. Вот, здесь достаточно просто. Поэтому, Марина, вы можете создавать. Давайте посмотрим, как это делать. К примеру, вот у меня есть ученик Лера. Ну, это я создавала просто пробный. Она одна. Сейчас я ее добавлю в группу. Создать. Сейчас мы вернемся назад. И я Леру добавлю в класс группы. И у Леры будет как индивидуальные уроки отдельно, так и групповые. Нажимаем вот, по-моему, на иконку, да, настройки. Нет, ладно, не настройки. Добавить ученика. Выбрать из существующих. Ну, вот, к примеру, Лера. Добавить. Все. Теперь у Леры в личном профиле будет два формата обучения. Индивидуальный и групповой. Вот. То есть на них можно переключаться. Вот так он выглядит. Она может доходить туда и туда. Вот. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Придерживаюсь ли я какого-то учебника в зависимости от запроса ученика, Оксана? Потому что у меня есть ученики, которые живут в Малайзии, русскоговорящие, им просто вот нужно сейчас научиться говорить быстро, срочно. И мы разбираем конкретные ситуации. Есть ученики, допустим, которые готовятся к IELTS, как я. Ну, в смысле, вот я готовлюсь к IELTS, и мой учебник, мой ученик пользуется, мой учитель, я уверена, он пользуется различными наработками методическими. Она обучалась там в TKT, огромное количество вебинаров, поэтому да. Дальше. Не придерживайтесь никакого учебника. Давайте оставлю наши соцсети, чтобы все, кто хотел, могли их сейчас отсканировать и забрать. Вижу, какие-то вопросы полетели лично мне, я постараюсь на них ответить. В платье открывается больше учеников. Аделия, вы можете выбрать нужный вам тариф, то есть там идет на 2 ученика, потом идет на 7 учеников, по-моему, за 700 или 800 рублей, то есть вообще еще дешевле, потом 9, 12 и так далее. Вот. Ну, в среднюю стоимость ученика 100-150 рублей за месяц. То есть если вам ученик платит 5000 рублей в месяц, я думаю, 100-150 рублей заплатить это не так уж и много. Тем более, что это точно окупается. У меня все ученики вот приходят, и они вообще не хотят уходить. И когда они уходят, допустим, к новым учителям, им вообще не нравится. Потому что, ну, на платформе заниматься, это, конечно, кайф. Сколько учеников можно подключить к своему курсу? Смотрите, Анна, на личные уроки там, по-моему, до 55, насколько я помню. Ну, это прям вот индивидуальные уроки. Если у вас групповые, то до 29 человек в одной группе. Ну, это когда вы прям вот вместе там идете по материалам, все выполняют одинаковые упражнения, но у себя в личном кабинете. А также есть отдельно аккаунт марафонов, где вы можете добавлять неограниченное количество людей, но в этом случае в аккаунте марафонов там просто идет оплата не по месяцам, а вы один раз за каждого участника, которого добавляете, платите 120 рублей. И все. То есть, если у вас марафон будет две недели или месяц, или полтора месяца, вот, добавили, и больше ничего не нужно. Вот. Про марафоны, пожалуйста, если вам интересно, напишите нам в соцсети, команда вышлит все инструкции, информации о том, как проводить автомарафоны на платформе. И дальше вопрос от Адейли тоже. Адейли, спасибо, что пишете, это очень важно. Как вы нашли учеников за рубежом? Я вела Инстаграм очень активно, меня находили по Инстаграму, просто когда люди пишут там английский по WhatsApp, английский онлайн. Также я использую телеграм-каналы экспатов, то есть русскоговорящие в Малайзии, к примеру, или же Facebook группы и так далее. Ну и сарафанное радио. Плюс у меня вот сегодня залетел TikTok, я увидела днем несколько видео, набрали по 100 тысяч просмотров снова, и это очень приятно. Поэтому здесь очень много разных способов, и если вам интересно, модели, у нас в Инстаграме Академии Progress.me и в Телеграме есть какие-то посты на эту тему. Если, кстати, коллеги, у вас возникают какие-то вопросы лично ко мне, можете написать вот мой Инстаграм. Я веду, очень плохо веду блог, но в близких друзьях я опубликую информацию для учителей, какой-то полезный контент, какие-то интересные статьи и готовые уроки, которые создаю. Можете на меня подписаться, если вам интересно. Я постараюсь вам помочь, чем могу. Надеюсь, ответила на вопрос. И, Марьяна, бывают ли у вас вебинары для тех, кто только начинает работать на платформе для чайника, чтобы рассказали подробно, как работать на Progress.me Конечно, Марьяна, у нас есть бесплатный интенсив на эту тему, вы можете его изучить. Напишите нам в соцсетях, и команда вам отправит материалы. И, собственно говоря, если вам интересно, как обучать на платформе, просто перейдите на наш канал. Заходите на YouTube, пишите Progress.me, заходите на наш канал, и здесь вот вся информация. Если вы пролистаете вниз, здесь будут инструкции про виртуальный класс. Я очень рекомендую. И как создать свой курс. Я уверена, что всем, кто хочет начать преподавать онлайн по-крутому, не по PDF, это пригодится. Вот давайте вместе посмотрим, какие там уроки в виртуальном классе. Первый плейлист, сейчас отправлю в чат, это виртуальный класс и инструкция о том, как с ним работать. То есть, здесь вы узнаете о том, как войти в виртуальный класс, как добавить, сменить урок, позвонить ученику. Да, на платформе есть встроенная видеосвязь, а также есть доска интерактивная, на которой можно рисовать и вставлять картинки. Дополнительные упражнения, домашние задания, вот это все у нас есть в коротенькие двухминутные видео. Этот плейлист я только что отправила в чат. Но если что, вы зайдите к нам на YouTube, он там есть. И второй плейлист, который я вам сейчас отправлю в чат, это тот, который конкретно по шаблонам. Вот вы в него переходите и вот здесь уже вся информация. Структура личного курса, шаблоны, работа с картинками, гифки, абсолютно все шаблоны мы рассказали в коротеньких-коротеньких видео и показали, как ими пользоваться. Там прям вот инструкция. Перетаскиваем, пишем, вставляем. Поэтому я уверена, что если у вас были вопросы, они вас с помощью вот этих инструментов развеются. Вопрос от Резида. Где живете и какие учебники рекомендуете? Я живу в Куалумпуре, в Малайзии. Учебники не смогу посоветовать, потому что здесь все зависит от того, с кем вы занимаетесь, для каких целей и какие сроки. Поэтому здесь мне кажется, огромное количество учебников. Ну и что? Вижу, что все от вопроса ответила. Ирина пишет, что видеосвязь и доска отличные. Я очень рада, что вам нравится. Обязательно поделись сейчас этим с командой, потому что наша команда очень ценит такие вещи и такие отзывы. И давайте последние два вопроса и будем завершать, дорогие коллеги. Встроенная видеосвязь? Нет. Встроенная видеосвязь у нас есть прямо на платформе Progress.me. то есть я сейчас вам покажу. Если я зайду в урок свой, к примеру, вот с Кристиной, вот здесь сбоку у меня есть кнопочка видеосвязь и тут я могу позвонить своей ученице. Могу сделать даже вот так вот на весь экран. Могу сделать маленькое окошко, как вам нравится. Единственное, что пока что это работает один на один, но скоро будет работать на всех. Я очень рада, что вам было полезно. Коллеги, презентацию обязательно отправлю вместе с записью и организатором, они с вами обязательно поделятся. Марина, на вопрос ваш уже ответила. Да, у нас есть видеосвязь внутри платформы и также будет скоро уже видеосвязь доступна для групповых занятий. Все ссылочки сейчас покажу еще раз, чтобы вы могли если что себе их отсканировать и забрать. И будем с вами на связи, дорогие коллеги. Мне было очень приятно сегодня выступать на этом вебинаре. И если у вас остаются какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Вот наши соцсети ВКонтакте, Инстаграм запрещенный на территории РФ и также Телеграм. Можете отсканировать, можете просто из презентации перейти по ссылочкам, уверенно, вам будет полезно. Ну и если есть вопросы лично ко мне, вот мой Инстаграм, я его почти не веду, но иногда вот вы можете даваться ко мне в близкие друзья, там я делюсь просто своими уроками с учениками, инсайтами, бесплатными вебинарами и так далее. Ну, основные все новости, пожалуйста, и все вопросы по платформе можете задавать нам вот здесь в соцсетях. Спасибо вам огромное, спасибо за ваши теплые отзывы, это очень-очень приятно. Будем с вами на связи, я рада, что вам действительно пригодился сегодняшний вебинар, и до встречи, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok